Добрый день! Вас приветствует служба информации телеканала Юрган. С вами Евгения Лебедева. Добрый день! Что среди наиболее перспективных сфер КОМИ готовы предложить устоявшиеся отрасли, такие как деревообработка и глубокая переработка древесины. В свою очередь губернатор Тверской области Андрей Шевелев предложил КОМИ сельское хозяйство. Цитирую. «У нас есть такие виды продукции, которых исторически не может быть на территории Республики КОМИ. Мы можем говорить о производстве льна, молочных продуктов, о мясном животноводстве. Все это традиционно для Тверской области». Конец цитаты. Напомним, накануне аналогичный договор глава КОМИ подписал еще с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. «Ребята могут учиться из Республики КОМИ в Санкт-Петербурге. Ну и я тоже думаю, что туристов могло бы быть побольше. Потому что я считаю, что, наверное, то время прошло, когда все стремились куда-то далеко уехать за пределы нашей необъятной родины, посмотреть, что там творится в мире. Но у нас тоже не менее интересно». Как стало известно, еще одно большое соглашение глава КОМИ подписал с Пировским краем, Архангельской и Мурманской областями. Оно касается принципов партнерства при реализации проекта «Белкомор». Согласно нему, регионы, участники совместными усилиями создадут около 40 промышленных проектов, общей стоимостью около 800 миллиардов рублей. Большинство из них предлагается к реализации до 2020 года. ЮНЕСКО намерен изменить границы природного памятника ЮГ-2. Такой вопрос в повестку своей работы включил Комитет Всемирного Наследия, который в эти дни проходит в Камбодже. Ранее на корректировке активно настаивала российская сторона, так как на территории парка в настоящий момент идет разработка золотых приисков. Напомним, Верховный суд КОМИ уже признал введение такой работы из-за статуса территории незаконной. Однако в 2009-м Роснедра на правах первооткрывателя все же выдала компании «Голд Минералс» лицензию на геологоразведку и добычу золота на месторождении «Чудное» сроком на 25 лет. ЮНЕСКО согласился, что дальнейшие противоречия тормозят социально-экономическое развитие нашей республики. В Национальном парке ЮГ-2 обсудили проблемы развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Дискуссию организовали прямо у костра, сидя на самодельных скамейках и чурках. В совещании на свежем воздухе приняли участие не только представители России, но и зарубежные гости. Туристы из Германии, например, вспомнили последний разлив нефти в Усинске и высказали за увеличение в России штрафов за нанесение вреда природе. Кроме того, гости намерены в следующем году привезти в парк своих состоятельных граждан, чтобы показать им, что можно организовать лучший отдых за меньшие деньги. В Германии есть такая оговорка или сказка, что три недели на плаже – это как одна неделя в горах. То есть немцы вообще любят ходить по горам, это активный отдых, это не лежит на плаже, ничего не делается. Поэтому горы всегда нравятся больше, чем плаж, в первую очередь. Вместе с тем все участники сошлись во мнении, что на территории ЮГ-2 не нужно строить больших отелей. Только в этом случае гости смогут в полной мере оценить красоту нетронутой природы национального парка. Отстранение в этом году Владимира Беслера от технического сопровождения 20-го Сосногорского рок-фестиваля сэкономит организаторам 750 тысяч рублей. Напомним, из-за звукового райдера, хедлайнера этого года Вячеслава Бутусова и группы Юпитера, организаторы предъявили повышенные требования к организации сцены. Как сообщает источник в администрации города, традиционный организатор Владимир Беслер в свою очередь предложил мэрии Сосногорска в таком случае увеличить сумму оказания услуг с 200 тысяч рублей до 750. Муниципалитет просмотрел варианты без увеличения стоимости, и такой вариант был найден на бесплатной основе с условием дальнейшего сотрудничества. Предполагаемому виновнику обрушение лесов на территории Сыктывкарского ЛПК предъявлено обвинение. Как сообщает Следственный комитет, именно по его распоряжению в конструкции лесов были внесены недопустимые изменения. Как выяснилось, при монтаже были удалены крепления лесов к стенам. Кроме того, конструкция была возведена без диагональных связей. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Напомним, авария произошла 25 февраля этого года. Работы проводила компания «Промтеплоэнергомонтаж». В момент трагедии на месте находилось 16 человек. Два человека погибли. Сыктывкарский государственный университет и Коми-Республиканский телевизионный канал намерены создать отраслевую кафедру. Соответствующий договор ректор университета Марина Истиховская и генеральный директор телеканала Анина Шмарова подписали накануне. Кафедра будет создана на базе кафедры журналистики Института гуманитарных наук СГУ. В рамках договора сотрудники КРТК будут читать лекции, вести отдельные курсы и спецкурсы, предлагать темы курсовых и дипломов. В свою очередь студенты получат возможность проходить на КРТК практику, а преподаватели – стажироваться. Университет по заказу КРТК будет включать в программу обучения курсы по тематике, соответствующие профилю деятельности канала, проводить исследования, готовить учебные пособия, разрабатывать программы для повышения квалификации сотрудников. По прогнозам синоптиков, уже в эти выходы положат начало жаркой погоде. Как сообщает гидромедцентр, в субботу в южных районах, а в воскресенье и в северных погодные условия будут определять теплый атмосферный фронт, который смещается с Каспийского моря. В его зоне пройдут дожди, прогремят грозы. Но вместе с дождями в регион с южными и юго-восточными ветрами начнут поступать жаркий воздух среднеазиатских пустынь. Температура будет расти.